Всем огромный привет, ребятки! Я дома, но не на кухне. На кухне, но не устала. Короче, значит, сегодня такой день, что ничего готовить не надо. Но опять-таки, без вас я приготовила очень быстрый суп. Просто из консервы. Рыбный супчик. Картофель, рис, консерва, зажарка просто на луке и много зелени. Потому что без жидкого мы не живем. В обед надо обязательно покушать жиденького. И завтра мы тоже это пообедаем. Почему не работаю сегодня по кухне, не надо ни ужин, ничего, поясняю. Мы завтра собираемся в путь-дорожку. Мы едем к нашим друзьям. Нас пригласили. Это далеко ехать. И к этим друзьям мы любим ездить, потому что, ну опять-таки, у нас, знаете, как бывает, они, ну как, мы их приглашаем к нам не так часто. И они нас тоже не так часто, потому что мы далеко друг от друга живем. Но самые нужные дни такие, типа день рождения, там Новый год. А так как воскресенье день строителя, то мы едем к ним в гости, а не строители. Познакомилась я с этими людьми в своей жизни, ну уже богатенько лет назад. Ну, наверное, лет 9, да. Наверное, да. Короче, в чем тут суть? Это Витин сослуживец. Они служили вместе. Жена его, Татьяна. Мы дружим очень хорошо с семьями. И радует то, что вот люди, Витя и Коля, да, они сослуживцы. Как здорово, что люди много лет, вот так вот много лет после армии общаются, встречаются. А мы возле них. Вот я помню нашу первую встречу. Я приехала к Тане, познакомилась. Ну, мне с ней просто, потому что мы просто с ней очень много общего. И поболтать нам аж бегом. Надо и надо, и надо, и времени не хватает. А когда Коля с Витей обнялись, они оба седовласые, красивые, статные мужчины, невзирая на возраст. Они ох-ох-ох. И они обнялись. А я говорю, Тань, смотри, они как мальчишки. Они так долго не виделись. И, скажем, получилось так, что Витя жил, когда в первом браке. А жены его нет, как и моего мужа. Ну, в общем, случилось так, что они рано ушли. И был такой период жизни, что дети, дети, у Вити трое детей. Пока те рождались, те росли, те... Ну, в общем, не было возможности встретиться с Колей. С Колей, видите, не было возможности встретиться. Ну, вот нюансы такие, знаете, жизненные. А когда мы начали с Вити жить, он мне предложил, говорит, давай съездим к моему другу. И мы поехали первый раз. И вот с тех пор мы не прекращаем общаться. И дай Бог, чтобы было так очень-очень много лет. Там у них в доме хорошо, уютно. Дети гостеприимные такие. О-о-о-о! Внуки обожают, когда мы приезжаем. Вот. И, ну, в общем, так. И у меня они были два раз, два, наверное, три раза. Да, три раза в гостях. Вот. И мы также у них почти. Ну, в общем, вот так. Едем с большим удовольствием. Все собрано. Мотоцикл Витя погнал на стоянку. Он его помыл, перемыл. Все, я говорю, Витя, в дорогу бегом, надо все просмотреть. Масло, масло, сало, все остальное. Ну, по мотоциклу. Вот. А пока Витя занимался мотоциклом, я сходила к Дане. Ну, как же Даня, боже, ценно, дитя, встречает. Лопоточки раз... А-а-а! Летит, обнимашки, целовашки. Пока-пока. Короче, провела там время хорошо. Сварила супчик. Вот. Потом отдала ключики Вике для того, чтобы она приходила, Степочку кормила, убирала его там в горшочки. Вот. Ну, короче, все. Степа в хороших руках. Я буду спокойна. Вот. И поэтому ничего не готовлю. В путь дорожку, сами понимаете. Оно ничего не надо. В холодильнике есть дынька, есть арбуз. Вот. На ужин покушаем. Есть пирог. Вчера испекла. Так что все нормально. Когда-то и от кухни надо отдыхать. И поэтому нашла хорошее кино. Такие, знаете, старые фильмы. Иногда хочется пересмотреть с большим удовольствием. Я сейчас дождусь Витю и будем смотреть кино. Значит, был комментарий на видео, где я готовила варенье. Не ешьте много сладкого, ребятки. Но если бы вы смотрели наш канал, то вы должны были бы знать. Хотя никто никому ничего не должен. Может, вы недавно пришли. Мы вообще не сладкоежки. У нас нет в доме сахара. Вот на столе даже. Мы кофе и чай пьем без сахара. Компот варю я без сахара. Но когда идет выпечка, либо варенье, сами понимаете, туда надо вложить сахар. Добавлять сахар. Потому что выпечка, ну, выпечка есть выпечка. Хотя вот я делала пирог. Я добавила туда 100 грамм сахара плюс пирог с фруктами. Но фрукты бывают и с кислинкой, поэтому без сахара нельзя. Ну, а варенье просто без сахара стоять не будет. Поэтому тут чуть-чуть вы не правы по поводу того, что надо меньше есть. Мы сахар не едим вообще. В принципе, я не любитель ни конфет, ни шоколада. Даже мороженое я могу. Вот у меня лежит сейчас полкило мороженого в морозилке. Но я, по-моему, два раза всего лишь ложила себе в полблюдечка. И именно уже жажду утоляла, потому что была жара. То есть мы не по сахару. Я по салу, по мясу и по рыбе. Конечно же, я по рыбе. Не буду вам показывать, что я накупила на презенты. Потому что, ну, скажем так, не хочу себе тайны раскрывать. Но там очень интересные виды рыбы. Но, в принципе, я и там могу поснимать, подключусь к Wi-Fi. Буду там работать. И покажу вам, какие интересные я рыбины сегодня купила. Кстати, наш любимый магазин рыбный. Я, конечно, в шоке. Он закрылся. И до меня дошли слухи, что он вообще вряд ли будет работать. Я не знаю, с чем это связано. Но я хочу, чтобы это была ошибка. Может быть, на лето. Хотя лето уже почти закончилось. Не знаю. Короче, я скучаю за моим любимым магазином. За Леной, хозяйкой, которая предложит, продаст, скажет, подскажет и так далее. Не знаю, насколько это правда, неправда. Ну, короче, магазины оба на нашем низком рынке. Низкий, высокий. Короче, возле нас рынок. Они оба закрыты. Я была сегодня в магазине «Океан». Не могу сказать, что я от этого магазина прям, ну... Короче, наверное, я просто к нему не привыкла. Товар там, ассортимент большой, товара много. Ну, знаете, когда к одному вот привыкаешься и как-то хочется туда заходить. А тут, ну, купила. Слава Богу, купила. Скупились, всё. Завтра завтракаем. Спокойно, размеренно, никуда не спеша. Потому что дорога предстоит дальняя. Вот. И сядем и уедем. Вот так, ребятки. Ну, а, в принципе, сегодня я ещё полью цветы. Вымою пол, потому что надо. Всё-таки уезжаем. Сами понимаете, Вика будет здесь без Тимофея. С Тимофеем не знайте. Тимофей – это внучок. Вика – это Витина дочь. Вот. Посидели, поели арбуза. Предложила пообедать. Она говорит, не, 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 горячего не хочется. Дайте холодного. Дайте холодного. Короче, вот так вот. Всё нормально. У Жени всё нормально. У Юли позвонила. Всё нормально. Стирает полным ходом. Копошится. После обеда опять снова закатка, закрутка, консервация. Ну, всё как всегда. На улице потеплело. Идут опять горячие дни. А, я не помню, сказала или нет. Нас пригласили. День строителей. Да, да. Они же строители у нас. Мужчины наши. Коля и Витюшка мы. Строители. Будем встречать строителей. Хорошим столом. Хорошим настроением. Вот. И поздравлять их. Потому что строители, это они создают нам цемент для жизни. О. Как, как, ну, я не знаю. Есть люди, которые вот раз познакомились, общаются, встречаются и понимают, что да, это моё. И как-то врастают друг в друга. Вот это я считаю полноценная, нормальная, хорошая семья. Если в семье вот какие-то, знаете, вроде как живёшь, вроде всё нормально, но что-то тебя в этом человеке не устраивает. Ну, вот как, помните, когда был такой у меня монолог, я развивала свою тему по поводу нашего света и знакомства и так далее. Я там заранила такую фразу, что гнильцы нет. Вот есть люди, встречаются, вроде нормальный человек, но какая-то вот есть гнильца. Она может быть в любом, значит, исполнении. В характере, ну, где-то в поведении, в жадности, в склонности к чему-то, этому или этому. Поэтому, а мне так в жизни, я так думаю, повезло и Бога мне дадено, что у Вити нет гнильцы. О, представляете, мне досталось такое сокровище. Ребятки, нет, ну, я, конечно, углубилась. Короче, я о том говорю, что семья должна быть крепкой, а крепкая она лишь только тогда, когда люди умеют обходить мелочи и не заострять своё внимание на маленьких нюансах. А жизнь наша состоит из мелочей. А мелочи – это быт. В быту может быть, вот, вроде ничего, да, но оно развивается. Вот кинули туда вот это вот бумс, и оно раскрутка идёт, развивается, развивается, потом набухает, как вот это, знаете, потом взрывается. А во время взрыва может столько вылиться плохой энергетики. А словами можно убить больше, чем физическим прикладанием рук. Хотя я против того и этого. Ну, короче, когда, например, вот люди не смогли свою боль как-то там вот раз, и сказать, нет, 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 не сегодня, не сегодня. Сегодня у меня чуть-чуть больно, а я завтра лучше встану. Будет мне больно с этим? А оно раз, вроде не так больно. И как тогда хорошо становится на душе, думаешь, боже, а если бы я вчера взорвался на вот этом вот, когда мне было больно, и так рвал бы и металл. И вот так вот раз ниточка, раз ниточка и рвётся. Ого, меня понесло, ребятки, о чём это я? Об отношениях. Об отношениях. Их надо беречь, потому что они как, даже не хрусталь, как стекло, а стекло тоньше. И если по нём ударить по стеклу, идёт трещинка, а эту трещинку уже, ой, не склеишь. И поэтому я очень сильно берегу наши отношения, потому что уже после 20 лет жизни уже всё понимаешь и взвешиваешь немного по-другому, и понимаешь, что с этим человеком надо, надо не то, что надо, а обязанность и доля прожить с ним, с этим человеком, с родным мне человеком до конца моих дней, и ему также со мной. И отношения надо настолько беречь, настолько оберегать от вот этих склоков, ненужных каких-то там криков, не дай бог, ещё хуже, там каких-то разрывов. Я берегу, а вы? Короче, ребятки, про женскую долю начала, да, но дай бог, чтобы каждому в жизни именно пришлось встретить свою половиночку и дожить с ним от начала до конца свой век. Видите, у меня какая жизнь получилась, что с одним человеком у меня не получилась жизнь, и я не жалею, у меня есть прекрасная дочь. Со вторым мужчиной я жила очень долго, и не скажу, что просто, но он рано ушёл из жизни, и вот мне раз, и судьба подарила видео. А как? Я считаю себя счастливой женщиной, счастливой женщиной и счастливой мамой. О как! Так, мои хорошие, всё, завтра, если видео выйдет чуть-чуть позже, чем обычно, но не обессудьте, я не знаю, как получится в дороге, там съёмка будет, не будет, по приезду что-то сниму, либо не сниму, ну, короче, вот так. Если мы пропадём на денёк, ну, как-то вот так, ребят, ну, вот, бывает, бывает. Я не знаю, как всё сложится, хочется, чтобы сложилось с видео, ну, а как получится, ну, один Бог знает. Я буду стараться. На этом вам привет от Вити, привет от Степашки, которого я сегодня почешу, помою ему все места нужные, и оставляю на Вике на владение. Я говорю, Вика, ты готова быть матерью Стёпы? Она говорит, готова, не переживайте. Так что Стёпа в хороших руках. А я заканчиваю, пока-пока. Всем удачи, мира, счастья, здоровья. Если сильно такая моя была сегодня, речь такая, эх, какая. Ну, вот так меня сегодня, вот такая у меня сегодня волна, такое натхнение, настроение в преддверии хорошей, доброй поездки. И поздравления строителей с Днём Строителя. Всё, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»